Странная девочка. Во время оккупации все кругом занимались делом. Еды почти не было. Ее надо было добывать. Этим занимались стар и мал. Девочка, съев с утра вареную картофелину, шла на городскую площадь со скакалкой и целый день там скакала. Она была такая худенькая, что коучи должны были греметь на скаку. Любая взрослая балерина устала бы столько скакать на одной картофелине. Девочка скакала. У нее в ботинках лежали послания для участников сопротивления, полученные от брата. Она доставала их, делая вид, что поправляют шнурки. Иногда она ничего не доставала, а просто прыгала. В такие дни она точно знала, сколько машин с солдатами и куда проехала. Или когда и куда поехали машины с офицерами. Папа у девочки был нацист, а она нет. Рассказывают, как-то раз она ехала на велосипеде передавать послания и стала свидетельницей ареста. Ее тоже попытались взять, но она сбежала и спряталась в подвал. В подвале она сидела несколько дней, у нее были яблоки. Мама, зная, чем заняты ее дети, даже не смела поднимать шум и искать их. До войны девочка была очень пухлой, потому что каждый день ела вкусные шоколадки. Во время войны она каждый день говорила себе, что ненавидит есть, чтобы не сойти с ума, вспоминая эти шоколадки. Потом война закончилась, девочка выросла и стала кинозвездой. Потом оставила кино и спасала других детей от голода. Все ее любили. И все до сих пор любят Одри Хабберн. Рассказ записала Лилит Мазикина. Рассказ записала Лилит Мазикина. Рассказ записала Лилит Мазикина. Рассказ записала Лилит Мазикина.